Дорог в краевой столице Дорог в Барнауле 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 соизмеримые, это социалистические, Новосибирские, Антона Петрова, такие крупные наши магистрали, улица Дальняя, которые в процессе сейчас как раз производства работ находятся. Немножко к другой теме перейдем. Много дождей у нас этим летом, горожане жалуются, да вот я лично сама, потому что, наверное, с месяца назад был дождь, и Ленинске пришлось переходить босиком, потому что обувь жалко, такие лужи большие. Когда у нас в Барнауле будут хорошие ливневки, я не знаю, новые, может быть, прочищены и хорошо. Случится такое? Если к статистике обратиться, у нас 120, чуть более 120 километров ливневой канализации на территории города. Уличная дорожная сеть составляет более 2000 километров. То есть мы понимаем, что и не на каждой дороге должна быть ливневая канализация, но на основных магистралях, которые имеют соотношение выход, в пониженных местах, конечно, коллектора должны быть, они должны работать. В Ленинске топят все лето нынешнее, Молотобольскую новую. Проспект Ленина у нас есть ливневая канализация, коллектор 1200, коллектор старый, СЖБ-трупп построенный, но я хочу сказать, что он функционирует, то есть он не в разрушенном состоянии находится. Наша служба инженерная, автодорстрой, регулярно, то есть работая по содержанию этого коллектора, производит. Это очистка ли в неприемных колодцах и наблюдение за самим коллектором, то есть при необходимости канала промывочной машины, та техника, которая у нас есть на базе АДС, они промывают, работают. То есть он настолько старый, что ждать каких-то глобальных изменений по проспекту Ленина мы понимаем, что, может быть, элементарные вещи я говорю, но весь проспект, можно сказать, собирает в себя воду практически от космонавтов, по большому счету от нового рынка и вплоть к прилегающей улице собирается на проспекте Ленина. Конечно, она здесь в нижней точке, в районе том же театра Родины, устремляется вся по проезжей части. Конечно, часть попадает в коллектор, но в основном это при ливнях, и таких залповых дождях, когда единовременно выпадает большое количество осадков. При среднестатистическом дожде таких проблем не возникает. Говорят, кстати, мои коллеги, сейчас мне в микрофон, что во многих новых районах не делают ливневых канализаций. Наоборот, здесь новые районы, это те районы, которые застраиваются. То есть мы огромную работу за последние два года провели. Это касается новых кварталов, 2011-2009. Это улица Балтийская, Злётная, Сергея Ускова, которые обустроены сейчас с ливневой канализацией, с коллектором. Это с нуля построенная дорога. То есть вообще я хочу отметить, что мы при реконструкции и строительстве дорог, при технической возможности всегда предусматриваем строительство и линию канализации, потому что мы понимаем, чтобы не столкнуться с проблемой в дальнейшем, построив новую дорогу, мы эти работы закладываем. То есть заливать всё равно ещё пока будет, я так поняла. В проблемных местах такие будем иметь неприятные ситуации с подтоплением. Знаю, что в городе очень много дорожных участков, которые требуется расширить. В ближайшее время, может быть, в этом году, может быть, в следующем, какие участки планируете расширять? Павловский тракт, да, я знаю. По реконструкции у нас есть запланированный ряд мероприятий. То, что касается Павловского тракта, мы не планируем расширять те дороги, которые у нас есть. Мы в основном направляем расширение на те участки, ну, так называемые транспортные удавки, да, узкие горлышки. Павловский тракт, он на всём своём протяжении четырёхполосный, а в районе улицы Трактовой и Горбатого моста он сужается до фактически двух полос. И, естественно, основная магистраль, это направление аэропорта, это и наши посёлки, которые под Барнаулом. То есть ежедневно и утренне-вечернее время очень большой трафик. И, конечно, на этом узком участке требуется расширение. Мы сейчас разрабатываем проектную документацию. Я думаю, что в следующем году будем, исходя из источников финансирования, как бы приходить к тому, что уже выполнять эти работы. А какие-то ещё места? Есть на самом деле ряд таких, ну, малозатратных, незначительных мест, которые, в принципе, локально на конкретно данном участке ситуацию помогут. Это улица Просторная при выезде на Павловский Тракт. Это проспект Космонавтов перед улицей Попова. И таких можно набрать достаточно много, которые вроде бы и не требуют больших финансовых затрат. Мы их прорабатывали, тоже осмельчивали. Вопрос только в источнике финансирования. То есть потихоньку в этом направлении будем двигаться. Есть глобальные, конечно, вещи. Это наши путепроводы, восьмепролётные, трёхпролётные через железнодорожные пути по проспекту Ленина в районе торгового центра «Пионер». Там проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы. И здесь мы, конечно, рассчитываем на возможность участия в проекте «Безопасные и качественные дороги» в федеральном проекте. Как известно, со следующего года будет возможность уже капиталоёмкие мероприятия включать. Ну и давайте напомним, до какого числа ремонт дорог в краевой столице должен завершиться полностью? То есть те дороги должны быть сданы в эксплуатацию, которые обещали сделать в этом году? У нас условная такая дата, она всегда обозначается до 1 октября. Но исходя из климатических условий, мы понимаем, что если, возможно, все не будет работать после 15 сентября, то будем ориентироваться в этой ситуации и завершать работу, конечно, до установления снежного покрова, до каких-то ливневых дождей. Поэтому в основном 1 октября – это тот рубеж, который мы стараемся не пересекать. А скажите, пожалуйста, вот все равно же в Комитет по дорожному хозяйству звонят очень часто люди. Они сейчас вас больше ругают или хвалят? Да, все обращения, они на самом деле индивидуальны. Я не могу сказать, что звонят с Урганевым. В основном звонят больше с пожеланиями, с просьбами об асфальтировании своего участка, около своего дома. Ведем разъяснительную работу, готовим ответы, при возможности, конечно, реагируем. Но по большому наблюдению, с тем объемом ремонта, который уже выполнен за вот эти два года, именно напряжение и количество таких обращений негативных, оно гораздо снизило, конечно. Спасибо, Антон. Спасибо. А я напоминаю, что о дорожном ремонте в городе Барнауле мы сегодня говорили с Антоном Шаламенцевым, председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Академия